Привет всем! Сегодня я хотела показать, какие покупки я сделала в Сифоре. Я обновила некоторые продукты и некоторые новые продукты решила попробовать. Во-первых, я решила попробовать коллекцию Nude Sticks. Это довольно-таки интересная компания. Они пользуются трендом на довольно-таки натурального вида кремовые продукты, и они их в разного размера карандаши засовывают. И выходит вот такая вот... Я взяла вот эту вот коллекцию Intense Knack Lip & Cheek Pencil Crayon. Их можно наносить как на губы, так и на щеки, на лицо в общем. И у меня три цвета. Во-первых, здесь она... Эта коллекция идет с точилкой для карандашей, что приятно, потому что не нужно искать, какую бы точилку использовать. В коробочке есть зеркало, которое можно использовать, если вы коробочку с собой везете. Вы просто используете зеркало для нанесения макияжа. Итак, три цвета здесь. Вот они. В небольшом формате. Обычно они больше размера, но я бы хотела попробовать три. Во-первых, цвет Pixi. Все они очень нудовые, очень кремовые. Я вам покажу их в использовании, так сказать, в экшен. Второй стик. Вот этот вот Pixi. Немножечко более коричневый. Вот этот немножечко более маловый. Называется Pure Tea. Очень-очень кремовые, мягкие-мягкие карандаши. Pixi, Pure Tea. И третий называется Belle. Он более розоватый. Вот. Прекрасные цвета. Очень нравятся текстуры. Покажу, как они в использовании. Они называются матовыми, но на самом деле это кремовые цвета. Очень хорошо тушуются. Опять-таки я вам их покажу в будущем. Все. Это первая покупка. Вторая покупка еще один кремовый продукт, который сейчас на мне. И я сделала собиралку вместе. С ним показала, как он работает. Это более матовая, более такая густая текстура. Текстура – это Multi Sticks from Bite Beauty. Мой в цвете Cashew. Вот он. Несколько раз я его уже использовала, этот Multi Stick. И его можно использовать на губах, на щеках, на глазах. Сегодня он у меня и здесь, и здесь, и здесь. Но губах, вы видите, это аутентичный цвет на щеках. Как вы видите, растушеван. Только он, ничего больше у меня. И на глазах я его использовала как базу под тени. Во всех трех ипостасях функционирует этот стик очень хорошо. Вот его цвет. Почему я выбрала этот конкретный цвет? Я хотела что-то для щек, что было бы немножечко... Можно было наносить не только на яблочко, но и как бы под скулы. Мне показался этот цвет подходящим, вообще очень-очень-очень мультифункциональным. Его можно использовать везде, вот этот вот цвет, на моем тоне кожи. И как вы видите, все это очень нюдовое, очень такие похожие немножко друг на друга цвета. Но я пробую разные текстуры. Здесь 4.75 граммов продукта. И, кстати, упаковка магнетизированная, что, конечно же, очень приятно. Кремовая текстура неплохо тушуется, нюдстикс тушуются лучше. Но это плюс очень матовый, хорошая формула матовая, которая остается долго на губах. Также можно использовать на глазах. Немножечко другой посыл. Вот эти нюдстикс я бы, наверное, не надо использовать на глазах. Во всяком случае, маркетинг у них не для глаз. Следующее, что я купила в Сифоре, это Invisibubble. У меня раньше были такие. Это резинки для волос, чтобы не портить волосы. Они держат волосы на месте, не оставляя после себя каких-то складочек, заломов и так далее. Я взяла в коричневом цвете, они растягиваются. И, честно говоря, они лучше, ничуть не лучше Сифоровский бренд, чем обыкновенные какие-нибудь дешевые, которые вы можете купить. Поэтому мне показалось... Я подумала, что, может быть, они лучше качеством будут, но нет. Никакой разницы я не увидела, поэтому больше покупать не буду. Следующее, что я купила, очень классная штука, это Sephora Mini Color Switch от Veromoda. И это Color Switch, который совершенно не обязательно покупать, но я купила, потому что мне понравилось, что он маленького размера, что он... Баночка закрывается, с ней можно путешествовать. И этот Color Switch, это такая текстурированная субстанция здесь. И когда вы используете с пудровыми продуктами кисточку, вы просто вот так вот ее очищаете, и цвет улетучивается с нее, и она остается чистая. В общем, классная штука, попробовала, действительно работает. Советую попробовать. Или что-то подобное, неважно. Просто потрите свою кисточку на чем-нибудь таком текстурированном. Мне просто понравилось, насколько компактна и удобна она в баночке. Дальше, чтобы вы все меня поймете, потому что я всегда говорю об этом продукте, Clinique Browsing в цвете 03. Это мой любимый фиброгель для бровей. Сейчас сегодня только он на мне, больше ничего. Это один, три в одном, так сказать. Это гель, это цвет, и это фибры, которые хорошо выглядят в бровях, очень-очень натурально. Итак, я купила еще две, две штуки, потому что вот это у меня уже скоро заканчивается. Мне нужно было обновить запасы. Я взяла две, потому что я знаю, что, конечно же, я их использую. Дальше мне досталось два пробника от Caudalie. Во-первых, Caudalie Vinyl Perfect Radiance Serum. Это их базовый серум. Мне очень нравится Caudalie как бренд. Я часто использую их продукты. И дальше вот этот вот Vinyl Source Moisturizing Sorbet. Это легкий увлажняющий крем. И, как всегда, вот такая большая коробочка. Крема здесь вот столько. То есть они всегда в какую-то огромную коробочку кладут самое маленькое количество, которое могут только туда положить. И следующей упаковкой я взяла вот такой вот наборчик от Elizabeth and James. Вот это у меня уже есть. Вот это у меня уже тоже есть. Но мне понравился маленький формат. И тем более, что мне нравятся оба запаха. И я буду их использовать. Итак, это Nirvana Black и Nirvana White. О них я уже говорила и в будущем тоже буду говорить. У меня есть оба. И вот здесь два новых. Это Nirvana Bourbon и Nirvana Rose. Буду пробовать вот эти вот два. Расскажу вам о них. Elizabeth and James. Это очень интересная компания. И, по-моему, их ароматы, в принципе, интересные. Они... Их стоит попробовать. Мне нравится даже и упаковка в стиле Великого Гэтсби. В общем, не эта упаковка, но упаковка большого формата флакона. В общем, я буду пробовать вот эти вот два парфюма. И вот эти вот два я уже пробовала. Мне они понравились. И я в большем количестве деталей вам о них расскажу. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело посмотреть, какие покупки. Я в последнее время сделала от Sephora. Всего хорошего. Расскажите мне, какие бьюти-покупки вы в последнее время сделали. Что новенького или что вы перепокупаете. Как я, например, вот эти вот гели для бровей от Clinique. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok